142 участника с 22 предприятий и организаций из семи муниципальных районов республики продемонстрировали свои таланты на сцене Дома народного творчества. Конкурсанты боролись за лидерство в таких номинациях, как «Минута славы», «Вокал» и «Хореография». И здесь жюри оценивало не столько профессионализм, сколько энергетику и посыл выступающих. Фельдшеры, акушеры, водители станции скорой помощи Чистопольской больницы в фестивале «Безнензаман» только второй год. Но, как говорится, смелость города берет, что в полной мере в своем выступлении и продемонстрировали спасатели человеческих жизней. За шесть лет фестивали расширились не только границы творческого конкурса, но и вырос профессионализм самих участников. Яркие костюмы, смелые решения в постановке номеров и самое настоящее шоу талантов. У каждой команды был лишь один шанс удивить жюри и зрителей. И они использовали его на все сто процентов. Меня потрясают эти люди, которые работают на заводах, на фабриках, больницах. Я знаю, что это очень нелегкая работа, они нам работают. После этого они приходят, не идут домой, не занимаются отдыхом, а идут и направляют все свои душевные силы на самовоспроизведение и строительство себя. По итогам зонального тура в Нижнекамске, приглашение на суперфинал и почетное третье место получила команда Центральной районной больницы Чистополя. Второе место разделили команду Нижнекамск-Нефтехим и отдел образования исполнительного комитета Мамадышского муниципального района. А вот лауреатом первой степени стала Нижнекамская команда Татнефть. Конкурс закончился, но интрига осталась. Кто же станет обладателем заветного гран-при, покажет суперфинал, который состоится в Казани 16 ноября. Кристина Матвеева, Марсель Жураев, Новости НТР.